В эфире программа День города. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы и я, Алена Куколева. Сегодня вы увидите. О наказаниях и исправлении. Актуальные проблемы пенитенциарных систем разных стран обсудили в Рязани на втором международном форуме «Преступление наказания исполнения». В Рязани пройдет благотворительная акция «Красная ленточка». Ее проведут во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря. Рязанские 11-классники на следующей неделе будут писать итоговое сочинение. Оно не является экзаменом, но это одно из условий для допуска к ЕГЭ. На протяжении трех дней специалисты из 21 страны в Рязани на базе Академии ФСИН России обменивались опытом в вопросах совершенствования пенитенциарной системы, а также выявления и решения проблем, касающихся исполнения наказаний. Подробнее Ольга Харламова. В работе международного форума «Преступление наказания исправлений» приняли участие свыше 50 иностранных представителей из 16 государств. Руководство всех структурных подразделений ФСИН России, начальники территориальных органов из 9 федеральных округов, руководители научно-исследовательских организаций ФСИН России обсуждались новые направления развития уголовной исполнительной системы, а иностранные гости поделились своим опытом. И каждая пенсиональная система, каждая страна имеет свои особенности. Это все-таки каждая страна имеет свои особенности, поэтому, естественно, система тоже имеет свои особенности. Мы смотрим всегда очень внимательно, изучаем, во-первых, чем заняты осужденные, как у них происходит, так скажем, момент трудовой адаптации. И мы перенимаем опыт. Допустим, мы видели, как очень-очень-очень хорошо идет этот момент о Белоруссии. Вот мы, кстати, у белорусов в этом плане тоже опыт перенимаем. За круглым столом обсудили многие вопросы, касающиеся уголовно-исполнительных наказаний. Каждый участник мог высказать свое мнение и задать вопросы иностранным гостям. Как отметил Олег Коршунов, нам есть чем похвалиться. У нас одна из самых, наверное, больших систем в мире. Вы не забывайте, что, в общем-то, у нас огромное количество, ну, значит, у нас огромное количество, во-первых, в том числе и ПТУ, которые дают профессии, более чем 200 профессий мы даем. У нас 315 ПТУ в колониях, которые дают эту профессию. Потом мы все-таки производим более 100 тысяч номинований товара на сумму более 50 миллиардов рублей. Это тоже, в общем-то, большой объем. Помимо того, что участники форума обменивались опытом, на конференции поднимались и вопросы о том, как повысить эффективность деятельности пентенциарных служб. Также Олег Коршунов прокомментировал инцидент на Кубани, где сотрудники воспитательной колонии забили подростка, заключенного до смерти. Для выяснения всех обстоятельств этого происшествия на Кубань направлена группа центрального аппарата, и туда вылетел директор ФСИН России Геннадий Корниенко. Мы сейчас полностью все проверяем, полностью проверяем, как это было, что это было. На сегодняшний момент уже возбуждено два уголовных дела по трем статьям. И поверьте мне, у нас директор к таких вещам относится очень жестко. И, естественно, последуют очень серьезные наказания за такие вещи. Такие вещи нельзя прощать. Форум преступления, наказания и исправления прошел в течение двух дней. Была организована и выставка продукции, произведенной во ФСИН России. В Рязани сегодня полицейские выявляли нелегальных таксистов. В ходе очередного рейда на улицах Рязани сотрудники ГИБДД проверили несколько десятков автомобилей с опознавательными фонарями и знаками такси. Все водители оказались законопослушными гражданами. Нарушений выявлено не было. Немалый вклад в резкое сокращение количества таксистов-нарушителей, несомненно, внесли регулярные рейды сотрудников полиции. Частные перевозчики стараются не нарушать законодательство, возможно, опасаясь неотвратимого наказания. В текущем году автополицейскими было выявлено 250 водителей, которые трудились таксистами без разрешающих документов. Против горе-перевозчиков были составлены протоколы об административном правонарушении. Шесть автомобилей в рамках предусмотренных санкций были эвакуированы. В частности, применяется такая статья, как управление транспортным средством, на которое незаконно установлен опознавательный фонарь такси. За это предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Гражданам, которые зарабатывают постоянно данным видом деятельности на жизнь, я посоветовал оформить лицензию на перевозку граждан, не нарушать правила дорожного движения при осуществлении этой деятельности. Соблюдение законодательства при осуществлении перевозки пассажиров в легковом автотранспорте – в первую очередь важная составляющая безопасности граждан, доверивших свою жизнь таксисту, и немаловажная часть общей безопасности на дороге. Ведь подобной деятельностью занимается большое количество водителей. Такие рейды полицейские будут проводить и в дальнейшем. В Рязани пройдет благотворительная акция «Красная ленточка». Ее проведут во Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря. В общественных местах, у торговых центров, на центральных улицах, у школ, вузов, больниц, поликлиник будут раздавать красные ленточки – знак неравнодушия к проблеме СПИДа. В региональном управлении Роспотребнадзора в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о том, как сегодня в нашей области обстоят дела с этим недугом. Как сообщило руководство ведомства, проблема распространения ВИЧ-инфекции остается актуальной последние 30 лет. Всего в мире насчитывается около 36 миллионов ВИЧ-инфицированных. По оценке ООН, ВИЧ-СПИД занимает пятое место среди причин смертности. В России ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается напряженной. Рязанская область относится к числу территории Российской Федерации со средним уровнем заболеваемости в Центральном федеральном округе. За весь период наблюдения зарегистрировано 3 325 случаев ВИЧ-инфекции. Это среди жителей города Рязани и Рязанской области. Показатели заболеваемости по Рязанской области ниже, чем показатель на 100 тысяч по Российской Федерации. За весь период наблюдения умерло 1243 человека. Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются в районах Рязанской области, таких как Скопинский, Захаровский, Пронский, Милославский, Михайловский, Рязанский, Старожиловский и непосредственно в самом городе Рязани. В текущем году ВИЧ-инфекция была выявлена у 292 жителей Рязанской области. На пресс-конференции также рассказали о работе по профилактике заболеваемости ВИЧ-спид, которая активно ведется в Рязанской области. Для этого региону в 2015 году было выделено около 3 миллионов рублей. Цель проведения дня борьбы со СПИДом – это направление к цели ноль. То есть ноль новых случаев, ноль дискриминаций, ноль смертей. К сожалению, из-за той цифры, которую назвала Лариса Анатольевна, в этом году погибло 74 человека. Действительно, Рязанская область относится к регионам со средней заболеваемостью СПИДом, но мы понимаем, что все равно существуют риски. И Лариса Анатольевна уже сказала, это и трудовые мигранты, и те иностранные граждане, которые вынуждены прибыли на территорию Рязанской области. Что, собственно, радует с одной стороны, что в Российской Федерации и в Рязани дела обстоят не так плохо, но мы должны понимать, что те риски, которые существуют вокруг нас, мы должны быть к ним готовы. Сейчас на учете в Рязанском центре СПИД состоит около 2300 человек. 916 из них получают назначенную терапию. 90% ВИЧ-инфицированных в Рязанской области – это люди в возрасте от 15 до 40 лет. За все время наблюдений в регионе родилось 676 детей от инфицированных матерей. 32 из них передалась ВИЧ-инфекция. В настоящее время в Рязанском центре СПИД на учете состоит 30 таких детей. 19 из них получают антиретровирусную терапию. Рязанские 11-классники на следующей неделе будут писать итоговое сочинение. Оно не является экзаменом, это лишь одно из условий для допуска к ЕГЭ. Его могут использовать выпускники при поступлении в ВУЗы. 2 декабря выпускники школы Рязанской области будут писать итоговое сочинение или изложение. Этой теме региональное министерство образования посвятило пресс-конференцию. На вопросы журналистов ответила первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник. Она уточнила, что право выбора сочинения или изложения предоставляется детям с ограниченными возможностями здоровья. В итоге сочинение будут писать 4340 выпускников, 96 изложения. Для тех, кто не сможет выполнить задание, будет предоставлено две возможности пересдачи – 3 февраля и 4 мая. По итогам прошлого года не удалось это сделать после трех попыток лишь одному выпускнику. Для того, чтобы они смогли справиться с теми заданиями, которые будут им предложены, время проведения итогового сочинения и время проведения изложения у них увеличено на целых полтора часа. В текущем учебном году уже на федеральном уровне утвердены и опубликованы направления темы итогового сочинения. И все родители, выпускники могут на официальном сайте Федерального института педагогических измерений увидеть направление этих тем. Но они соответствуют всем тем основным жизненным ценностям, которые у нас с вами есть. Это и дом, семья, любовь. Это и темы будут посвящены и году литературы, и многие-многие другие темы. Сочинение или изложение не является экзаменом. Их успешное написание – одно из условий допуска к ЕГЭ. При этом результаты сочинения могут использоваться при поступлении в ВУЗы. Установлен минимальный порог по объему. Для сочинения он составляет 250 слов, для изложения – 150. Школьникам будет предоставлено 3 часа 55 минут для написания сочинения. Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья для изложения предоставляется на полтора часа больше. Результаты работ будут действительно в течение четырех лет. 120-летие отмечает Рязанская областная ветеринарная лаборатория. Сегодня в учреждении в торжественной обстановке наградили лучших сотрудников. Примечательно, что несмотря на крупную дату, лаборатория продолжает развиваться. Совсем недавно для животноводов Рязанской области стали доступны услуги иммуногенетической экспертизы. Свою работу областная ветлаборатория начала еще в конце 19 века. Сложно представить, какой огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса внес каждый ее специалист за 120 лет деятельности организации. Лаборатория выполняет множество функций, среди которых проведение лабораторно-диагностических исследований болезней животных, проверка качества и безопасности продукции животного происхождения и кормов, сертификация молочно-мясной, рыбной продукции, а также отбор проб для исследований. Ну а специалисты лаборатории регулярно проходят курсы повышения квалификации. Мы когда ходили по лаборатории и обсуждали состояние дел, мы поняли, что эпоха современная уже будет подталкивать наших сельхозпроизводителей к интенсивному производству той продукции, которая есть не за счет расширения площадей или поголовья, а именно за счет повышения качества кормов, культуры, содержания. И здесь вот боль в вашей лаборатории, она, конечно, неоценимая. Даже вот тот очень большой набор оборудования, который имеется у вас, и та перспектива по увеличению количества лабораторного оборудования вам позволит все выше и выше поднимать свои планы. В честь юбилея организации первый заместитель председателя правительства Рязанской области ШУК Атахметов вручил региональные награды отличившимся специалистам лаборатории и поблагодарил за их непростую и такую важную работу. Рязанское региональное отделение «Единой России» отметит свой день рождения приемом граждан. 1 декабря партии исполнится 14 лет. Как будет отмечать свой день рождения региональное отделение, журналистам рассказали на брифинге в региональной общественной приемной. 27 ноября в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошел брифинг на тему «День рождения партии 1 декабря». На вопросы журналистов ответил секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фальмин и руководитель региональной общественной приемной Татьяна Панфилова. В начале 2000-х годов была создана партия «Единая Россия» и, как вы сами помните, это был очень непростой период для нашей страны. Стояла задача сберечь страну, сохранить ее целостность, вывести ее из системного кризиса. Именно в тот период мы, сторонники партии, члены партии «Единая Россия», сплотились вокруг основателя партии нашего президента Владимира Владимировича Путина и вместе прошли очень большой и серьезный путь. На сегодняшний день в Рязанской области членами партии «Единая Россия» является 16 580 человек. Образовано 32 местных отделения партии, действует 1056 первичных отделений. Со слов председателя областной думы, в регионе реализуется 19 партийных проектов. Многие из них нацелены на укрепление здоровья, развитие образования, физической культуры, спорта, поддержку детей и семей. Сейчас для нас это одна из важных задач – поддержать курс президента, направленный на самостоятельную внешнюю политику в интересах страны. День рождения партийцы традиционно отметят в работе. Региональная общественная приемная «Единая Россия» будет открыта с 10 утра до 6 вечера. Будут организованы выездные приемы депутатов Рязанской областной думы. Личные приемы проведут Аркадий Фомин и глава администрации Рязани Олег Булеков. Также будет организован круглый стол на тему образования. Модератором выступит член Совета Федерации от Рязанской области Николай Булаев. Иван Кайгородов, Денис Черняев, телекомпания «Город». Таким был этот день. Я напоминаю, что новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком галерея Новведенской. Редактор субтитров А.Семкин